На шахматной доске покрасили крестный клеп так, что на всех вертикалях разное количество покрашенных клепок, а на всех горизонталях одно и то же количество покрашенных клепок. Может ли такое быть? И если может, то как? Повторяем. На шахматной доске, ну давайте, чтобы не мучиться, будем кресеньки ставить. Поставили крестный клепок. Известно, что на всех горизонталях одно и то же количество крестиков. А вот на всех вертикалях разное. То есть какие-то вертикали разные не возникли, посчитаешь количество крестиков, получишь разное. Придумайте, какой способ и вообще разберитесь, может ли такое быть? Как такое может быть? Вертикалях разное, а на горизонталях единственное. И какого числа нет? Четырех. Нет числа четыре. Отлично. А теперь все видят, что по горизонталям везде четыре. Замечательно. Вы придумали замечательный пример. Да. Это возможно. А вот теперь, господа, скажите, сколько всего на элизасте крестиков? Тридцать два. Тридцать два. То есть ровно половина крестиков, а половина не крестиков. Замечательно. А почему не может быть меньше крестиков, чем тридцать два? А почему не может быть больше? Посмотрим на сумму от нуля до восьми. Да. Это тридцать шесть. Сумма чисел от нуля до восьми – тридцать шесть, да. Ну теперь понятно, что какое-то одного числа не будет. От нуля до восьми не будет нашей таблицы. Да. Выпишем тридцать шесть, тридцать пять, тридцать четыре и так далее. Ну тридцать шесть минус какое-то число не будет. Только одно число из этого списка делится на восемь. Тридцать два. Только тридцать два. Поэтому только тридцать два. Спасибо. Поняли, что сказал? Да. Замечательно, спасибо. А вот теперь продолжение задачи. Все то же самое на вертикали. Ноль, один, два, три, четыре. Так, где нет? Я понимаю. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Это на вертикальность, да? От нуля до десяти без пяти. Так, хорошо. По горизонталям везде пять. По горизонталям везде пять. Отлично. Ну, теперь давайте сделаем последнее. Докажем, что не может быть отличного от пятидесяти количества. Рассуждение налогично для восьми. Подсчитываем количество в ноль плюс один плюс два плюс десять. Это пятьдесят пять. И говорим, что делящееся на десять число, да? В интервале, на отрезке от пятидесяти пяти до сорока пяти единственное. Да, совершенно верно.